Коминтерн Гомельский Ликероводочный завод «Радомир». 11 апреля здесь начали выпускать новую продукцию – дезинфицирующие средства. Основное производство при этом не остановили. Необходимое оборудование разместили в помещении, где раньше находился склад. Существующие складские помещения были оперативно перепрофилированы, и на данных площадях был налажен выпуск ДСС. Какое-то оборудование было нами перепрофилировано, какие-то единицы были закуплены. Сегодня за две рабочие смены завод производит 6 тонн дезинфицирующих средств. Пока они разливаются в 5-литровые бутылки, в ближайшие дни начнут использовать 900-граммовую тару. Кроме спирта в жидкость добавляется глицерин для минимизации вредного воздействия на кожу, и специальный ингредиент, который исключает использование спиртосодержащего средства, не по назначению. При этом на заводе настоятельно рекомендуют покупать такие средства только в аптеках, так как не исключены подделки, которые могут нанести значительный вред здоровью. Еще одно предприятие – общество с дополнительной ответственностью – «Полидрев». Здесь выпустили партию нетканых полипропиленовых масок. Их качество намного выше, чем у обычных марлевых повязок. Благодаря легкости материала и в то же время его плотности, продукция станет хорошим дополнением к экипировке медицинского персонала. Двойная ткань нетканый полипропилен в принципе подлежит дезинфекции. Можно его кипятить, ничего с ним не происходит, можно погладить утюгом 90 градусов, тоже ничего не произойдет. Таким образом, ну, какая-то посильная помощь врачам будет оказана. Тоже тысячу штук мы делаем бесплатно, в любое время отдадим по потребности. Кроме того, Гомельский облсполком предложил руководству «Полидрева» изготовить защитные маски для работников больниц. Первая партия изделий из пластмасса составила около тысячи штук. Звоню в облсполком, нас стыкуют вот с этими волонтерами, которые занимаются в университете, мы им передаем вот так, просто без накладных, просто вот в подарок передаем, а они уже там по заявкам медиков распределяют. Волонтеры Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины в эти дни не только развозят защитные медицинские маски по больницам, но и сами их изготавливают. В том числе с помощью таких предприятий, как «Полидрев» и «Мультипак», поставляющих в университет необходимое комплектующее. Сегодня в производственный процесс здесь вовлечено все имеющееся оборудование, от 3D-принтеров до лазерных установок. На сегодняшний день более 25 медучреждений по Гомелю были предоставлены щитки, также мы уже работаем на районные центры. Корма, Хойники, Добруш, Жлобин, мы уже поставили более тысячи в общей сумме щитков. Практически вся продукция, изготавливаемая на предприятиях региона, из белорусских материалов. Это позволяет не только массово выпускать необходимое, но и делать это максимально оперативно. В открытом акционерном обществе «Химволокно» сегодня, как, впрочем, и ранее, загружены все мощности. Только если раньше нетканый материал направляли в строительную отрасль, а также для изготовления тех же подгузников и памперсов, теперь он используется только для медицинских целей. Олег Сентюров, Николай Скинтиян, Евгений Макеенко. Новости недели.